Субтитры создавал DimaTorzok Битлз. Мы более популярны, чем Иисус Христос. В картине снимались Мария Тринциньян, Андрея Ферреол, Роберт Стивенс, Элен Умлауф, Мария Беккер, Уолтер Готтелл и другие актеры. Субтитры создавал DimaTorzok Ван Донген, художник-постановщик Эдик Шилиманс, Нужнородный кинофестиваль, надпись. Композитор Поль Ван Брюгге, автор сценария Атакар Водочек и Герман Кох. Продюсеры Лоренц Гиллз и Дик Маас. Режиссер Атакар Водочек. На крыльях славы. Моя жизнь. Цезарь Валентин. Извините. Да. Вы не могли бы дать мне адрес отеля Империал? Что-что? Отель Империал. Где он находится? А что такое? Вам что, у нас не нравится? Справочник вон там. Вы туда все равно не попадете. Зря тратите время. Все отели давно заняты, приехавшими на кинофестиваль. Отель Империал. Валентин, Валентин, Валентин. Валентин, Валентин, Валентин. Валентин, Валентин. Валентин, Валентин, скажите, а что вы обсуждали во время вашей частной встречи с Папой Римским? Мы обсуждали новые любовные связи, возможные разводы и остальные сплетни Голливуды. 40 минут. Я очень хотел перевести разговор на более духовные темы, но Святой Отец возражал. Мистер Валентин, скажите, а как вы относитесь к славе? Она для меня, значит, далеко не так много, как может показаться, и более того, слава может и раздражать. Так, например, в прошлом году в театре мы играли Отелло. И как только я появился на сцене, зрители начали аплодировать и кричать, а я еще и рта не успел открыть. Было понятно, что зрители аплодируют не моему исполнению Отелло, поскольку я не мог его начать играть из-за общего шума. Так что, судя по всему, они аплодировали мне просто как знаменитому человеку. Валентин получал все аплодисменты, а бедня Гаделло стоял в углу, надеясь, что они когда-нибудь затихнут. Какую актерскую школу вы предпочитаете? Я не люблю актеров, которые бормочут, заикаются и тянут слова, как будто они принимают транквилизаторы. А как только ведет камеру со страха, готовы залезть под ковер. Камеру нужно презирать, это всего лишь кусок металла и стекла. Вы должны быть готовы к тому, чтобы командовать кадром и подчинять себе пространство. Или наоборот, подчинять себе пространство и тем самым командовать кадром. Что вы думаете о британской кинематографии? О, было бы неплохо, если бы она у нас была. Я могу вам дать адрес клуба поклонников, мистера Валентина. Я не поклонник. Если у вас к нему какое-то дело, посадите со мной. Или оставьте записку, это личное дело. Я должен поговорить с ним, непосредственно с ним. Напишите ему письмо. Я писал ему уже 10 раз и не получил ответа. Пожалуйста, позвоните ему сейчас. Сейчас его здесь нет. Ну хорошо, я подожду. Когда он должен вернуться? Вы не сможете с ним встретиться. У него расписано весь день. А завтра, одно утром, он уезжает. Это невозможно. А завтра, одно утром. Мистер Валентин! Подождите! Прошу вас! Я должен с вами поговорить! Мне нужно с вами поговорить! Тут вам много писем. Что-нибудь еще принести? Нет? Спасибо, Уолтер. Валентин! 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 Объ��. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мистер Валентин, это очень важно, нам нужно поговорить. Я вас прошу. С любовью от Валентина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Добро пожаловать, мистер Валентин, мы вас уже ждем. ДимаTorzok 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 Простите, вы не скажете, какой сейчас год? 1966. 1966? Уже? Ваше имя, пожалуйста, Норман Эллиот Тригорин. Что-то не нахожу. Чем вы занимались раньше? Я убил Цезаря Валентина. А, понятно. Но вы у нас здесь числитесь под именем Брайан Смит. Брайан Смит, это правильно? Да, это мое настоящее имя. То прочее, это псевдонимы. Так, Брайан Смит, также известный под именем Норман Эллиот Тригорин. Ваш ключ, пожалуйста. Саг Honoré. Сагон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Брайан Смит Убийца Какой мудак в свое время ворует у нас мел? Мать его так, посмотрите, что он нам оставил. О, Балтазар, дорогой, даже самые вульгарные персонажи моих романов никогда так не выражают. Сиди ты в жопу со своими романами. Нет, жаловаться по этому поводу совершенно бессмысленно. И нас совершенно не волнует, что вы не можете работать в маленькой комнате. Вы должны быть счастливы, что вам вообще выделили комнату. Даю десять секунд. Очистить это место немедленно. Одну минутку. Здесь довольно необычно, вам не кажется? Ну ничего, вы привыкнете, как мы все привыкли. Кстати, меня зовут Фриш. Эрика Фриш. Доктор Фриш. Как самая знаменитая доктор Эрика Фриш? А вот почему ваше лицо мне так знакомо. А чей-то ребенок? Это ребенок Линдберга. Ребенок Линдберга сказала, доктор Фриш совершенно спокойно, когда перед глазами Смита прошествовал жестоко убитый ребенок Линдберга. Вы что, писатель? Я много чего пробовал в своей жизни. Писал стихи, короткие рассказы и прочее. Кое-что опубликовали, но, кстати, не лучшее. Довольно трудно прорваться вперед, но сейчас вы, наверное, знаменитые, иначе вы бы сюда не попали. Между прочим, слава, которой вы пользуетесь сейчас на Земле, это единственное, что дает вам возможность оказаться на этом острове. Здесь, между прочим, происходит четкий отбор. Если вас забудут на Земле, то вы будете и отсюда, и погрузитесь в пучину забвения, как и многие другие, которые умирают и живут незамеченными. А что здесь такое? Где мы с вами? О, если я могла вам сказать. Возможно, это зал ожидания или чистилища, а может, даже и ад, поскольку большинство из нас больше боится, что их забудут, чем смерть. А старики не поняли. Ну, вот Шекспир, там, Галилей, Моцарт, где они? Хороший вопрос, но логика здесь не действует. Тут никто не задерживается навечно. А, кстати, с чего мы с вами взяли, что это единственный подобный остров, и что это единственный такой отель? Ну, как я могу поверить, что я умер? Я себя ощущаю, я вижу вас, слышу ваш голос, но, не менее, мы мертвы. Мы все мертвы. Эта реальность всего лишь иллюзия. Это, вероятно, Ласси, да-да, знаменитая собака, которая снялась о многих фильмах. Она тоже мертва. Ну, так скажите, что же вы сделали, чтобы прославиться, мистер Смит? Я убил одного из величайших актеров нашего времени. Я убил одного из величайших актеров нашего времени. Да, сэр, что это за шум? А, там сейчас джем-сэшн рок-звезд. Они играют в мусор и очень громко. Скажите им, чтобы они заткнулись. Все наши гости вольны вести себя, как им вздумается, мистер Валентин, пока они остаются нашими гостами. Хорошо, в таком случае я иду к себе в номер, и надеюсь, когда я туда приду, меня будут ждать там бутылка виски и ведерка со льдом. Конечно, сэр. Мистер. 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 Продолжение следует... С любовью от Валентина. Продолжение следует... Если вы видите этого типа Смита, будьте добры, скажите ему, что я желаю с ним поговорить. Конечно. Конечно. Мистер Валентин. Эй, ты! Который час? Эти солнечные часы меня с ума сведут. Посмотри на эту идиотскую тень. Она никогда не двигается с места. Тут совершенно никогда не поймешь день или ночь, и сколько все это будет длиться. Ну, как же можно встретиться здесь с бабой и договориться о встрече? Бьянка! Бьянка! Я вас ждал! Я же вас вижу! Я вас вижу! Я вас вижу! Я вас обоняю! Бьянка! Я знаю, где вы! Бьянка! Я знаю, где вы! Бьянка! 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 Бьянка, я найду вас и сожру! Кто вы такой? Да, в общем-то, никто. Вот как. Ну так вот, мистер, в общем-то, никто. Почему вы меня убили? Не знаю. Не знаете. Вы не знаете, почему вы меня убили. Между прочим, мне вовсе не нравится, когда меня убивают без всяких причин, поэтому подумайте о причине и сообразите прямо сейчас. Поймал. Подонок. Чёртов подонок. Не иначе, как мистер Валентин. Я ужасно люблю истории, которые про вас рассказывали. Особенно я стою про молодую актрису, которая укусила вас так сильно, когда вы на сцене дожили поцеловаться, что у вас потекла из губы кровь. Когда ее спросили, почему она это сделала, она сказала, что я сделала это потому, что мистер Валентин нарочно заставил меня почувствовать свое сексуальное возбуждение, чтобы я забыла свой текст прямо перед камерой. Это правда? А мы что, с вами знакомы? Меня зовут Мерик. Горос Ти Мерик. Вы наверняка обо мне слышали. Горос Ти Мерик. А, да-да. Нобелевская премия в литературе. Вы, кажется, ее не получили. Совсем наоборот. Я от нее отказался. Это был мой протест против заключения жюри, которые целиком игнорировали одну из моих лучших книг, большой вклад в мировую литературу. Самая сексуально свободная книга, которая называлась «На пороге гравитации». «На пороге гравитации». А, ну да. История о молодом человеке, который ждет телефонного звонка от своей матери или от любовницы или от кого-то еще, не помню. От своего брата, который одновременно был его любовником. Ага, совершенно верно. Телефон не звонит, молодой человек засыпает на диване. Когда он просыпается, ему по-прежнему никто не звонит, и все это вам удалось втиснуть в 400 страниц. Удивительно. Примитивность актерского ума просто потрясает. А вас можно было бы написать лишь новеллу, очень короткую новеллу. Что значит очень короткую? Всего 200 страниц? Барбары, как вы можете со мной так поступать? Вы меня даже не предупредили. Я никуда отсюда не пойду. Нет, я отсюда не уеду никогда. И не трогайте. Осторожней, вы поцарапаете мою картину. Осторожней. Я знаю, я знаю, на кого вы работаете Это вам с рук не сойдет Я все знаю Я знаю, кто вас подстрекает Простите По-моему, вы это потеряли Ах, как красиво Но это не моя, Серга Я нашел ее в лабиринте Сразу после того, как мы с вами столкнулись Наверное, это Серга принадлежит кому-то другому Когда кто-то предлагает вам Сергу на лестнице Что это может означать? Не понял Но если во сне Вероятно, это значит предложение разделить радость А, понятно Вы думаете, говорить о снах глупо? Нет, нисколько, но ведь это же не сон Спасибо Спасибо, как бы то ни было Спасибо, как мы с вами Продолжение следует... Что с вами случилось? Меня перевели на чердак, передвинули как старую мебель, значит, ваша слава на Земле угасает довольно быстро. Это невозможно. Мои картины так же прекрасны, как и раньше. Да, но вы знаете публику, ей всегда требуется что-нибудь новенькое. Нет, в моем случае это не так. Мои работы бессмертны. Я могу вам объяснить, что происходит. Они пытаются уничтожить мое имя, мое славу, мое искусство. Кто они? Кто пытается это уничтожить? Я не могу называть вам их полные имена, но я уверен, что и Сальвадор, и Пабло замешаны в этом заговоре. Ага, понимаю. Если бы мы с вами играли сцену «Соблазнение», я должен был сказать что-нибудь очень чувственное, то я бы сказал, наверное, что-нибудь вроде «Эта музыка на меня действует». Это как бы вы отреагировали? Вам нравится? Хорошая реакция, да или нет? Что? Эта песня вам нравится или нет? Эта музыка действительно на меня как-то действует. Вы актер, да. А вы? Вы только что слышали меня. Это моя запись. У вас прелестный голос. Спасибо. Вам нравится играть в игры? Конечно. Какую игру вы предлагаете? В догонялке. А какие правила? Вы начинаете, а я вас догоняю. За вами гонюсь. Вы гоните за мной, да? Бегите. Бежать? Да-да. Да-да. Нет, вы смеетесь, наверное. Давайте-давайте. Бегите. Бегите. Мистер Златогорский, мы с удовольствием сообщаем вам, что на Земле произошло неожиданное возрождение интереса к вашим произведениям, и не только в России. Ваши стихи переведены и опубликованы по всему миру, а потому мы имеем честь перевести вас в роскошный номер люкс на втором этаже. Вы нарушили мое уединение только для того, чтобы сообщить мне эту чушь? Вы что, не видите, что я работаю? Походите, оставьте меня в покое, но ваш огромный успех заставляет нас перевести вас наверх. Мне плевать. Я останусь здесь. Не смейте трогать. Все кости переломаю. Я русский поэт. Слушай, ты, идиот. Сталин погубил революцию, он погубил искусство, он убил миллионы русских, но я всегда находил себя из силы бороться против него. Ты думаешь, я испугаюсь тебя? Ну давайте же, давайте поговорим о чем-нибудь. Да-да-да, давайте. А как вы умерли, моя дорогая? Я умерла от разбитого сердца. О, это та же старая история мужчины. Они тебя используют, они тебе лгут, они умоляют тебя остаться, а потом они уходят от тебя к другой. Это они должны умирать от разбитого сердца. Я умерла не из-за мужчины. Ну а вы? Меня казнили. Да? Какой ужас. И почему же сами так кошмарно поступили? Я задушил 23 женщины. Ага, ну вот они опять здесь. Неужели они не могут придумать что-нибудь новенькое? Я же тебе говорил, что такое должно случиться, но ты не слушал. Я не слушал, это он виноват. Зачем же они ездят прямо по розам? Да кого интересует роза? Как насчет моего платья? Заткнись. Чихали мы на твое сраное платье. Я умираю от скуки. Хоть бы что-нибудь произошло. Говорит по-немецки. Горяные капиталистические сувени. Иди сюда. Ты слышал? Пошли. Луис, успокойся. Наслевайся. Немцы, вот дураки. Горяные капиталистические сувени. Что вы делаете? Я потеряла серьгу. Что? Серьгу. Какая серьга? В форме дельфина? Да. Откуда вы знаете? А, вы ее нашли. Спасибо. Подождите. Давайте сядем. Прошу вас. Как вас зовут? Смит. Брайан Смит. Мы с вами уже встречались. На лестнице. На лестнице? На которой лестнице? Послушайте. Я же видел вас в лабиринте. Мы с вами столкнулись. Может быть, вы не помните. И я нашел там серьгу. А потом я увидел вас на лестнице, вы мне сказали, что это не ваша серьга. И затем я стал вас искать. Из-за серьги? Нет, из-за вас самой. Прошу вас. Останьтесь. Нет, нет. Мне нужно идти. Давайте встретимся у оранжереи. Ну, это довольно сложно. Откуда мне знать, когда вы там будете? Здесь нет часов нигде. Ну, приходите туда, когда этот старик-писатель начнет опять стрелять. Субтитры сделал DimaTorzok Что, ищете лодку? Думаю, не найдете. Почему вы меня избегаете? Вы что, меня боитесь? А что, стоит вас бояться? Послушайте, может быть, то, что вы меня убили в расходе карьеры, было не такой уж плохой идеей. Вы меня избравили от унижения, постепенного скатывания вниз. За это я вам благодарен. Но скажите, мой дорогой друг, почему вы все же это сделали? Пожалуйста. Ну, предположим, человек хочет прославиться, стать знаменитым. Он старается за всех сил, у него не получается. А вам не приходило в голову, что есть более быстрый и простый способ прославиться? Убить кого-то известного. Немередно попадаешь в центр внимания, делишь славу своей жертвы, и твое имя всегда связано с именем твоей жертвы. Ну, конечно, нужна определенная смелость, чтобы это сделать. Прекрасный пример позитивного мышления. И сразу после того, как вы меня убили, вы погибли сами. Это тоже входило в части вашего плана? Я ничего не планировал. Уже только что сказали, что убили меня, чтобы стать знаменитым. Нет. Я сказал лишь, что кто-то может это задумать. Помните, я же сказал, предположим, если кому-то захочется. А вы знаете, есть еще одна очень интересная разновидность убийств, да? Какая? Убийство абсолютно без всяких причин. Убийство, которое ничего тебе не дает, может быть лишь возбуждение, или ощущение того, что ты действительно существуешь. Ерунда. Я должен идти. Ну, прошу тебя, прошу. Ну, объясни мне хотя бы. Нет. Ну, я тебя прошу. Бьянка? Мистер Смит? Надеюсь, вы не возражаете, но я буду с вами откровен на мистер Смит. Дело в том, что, как мне кажется, вы зря тратите свое время на, скажем так, личности второго сорта. Очень жаль. Я думаю, вам пора познакомиться с теми, с кем нужно. Я знаю кое-кого, кто смог бы ответить на все ваши вопросы, но право не знаю. Положитесь на меня. А сейчас давайте углубимся еще дальше. Теперь мы поговорим с вами о том, что дает жизненный опыт. Есть какие-нибудь идеи? Дело в том, что вот я сейчас переживаю довольно трудную полосу. Как мне кажется, мои сочинения больше не играют на земле. Мне угрожает полное забвение. Так в чем же ваш вопрос? Мой вопрос в том, вы могли бы связаться с каким-нибудь медиумом на земле, чтобы я мог передать туда мою работу, то, что я пишу сейчас, мои сочинения. А что за музыка вы пишете? Это современная музыка. Нам придется с вами встретиться в частном порядке. Приходите позже. Когда? Позже. Не надо. Не разрывайте нашу цепочку. Это чушь. Сейчас уходить нельзя. Веселитесь без меня. Брайан? Брайан, подождите. Прошу вас. Да вы ничтожество. Я с самого начала это поняла. Просто обычный заурядный убийца. Брайан, подождите. Брайан, подождите. Кто там? Это Смит. А, вы? Выходите. Я сейчас к вам выйду, через минутку. Я не хочу вас беспокоить, просто у меня один вопрос. Да ничего, ничего. Я только что закончила работать. В ванной мне как-то лучше думается. Прошу вас, садитесь. Вы знаете, чего мне больше всего здесь не хватает? Моих крыс и мышей. Иногда они дают тебе больше сведения о поведении человека, чем сами люди. Хотите хорошую сигару? Нет, спасибо. А вы, мистер Смит, как вы находитесь в это место? Вас по-прежнему увлекают все эти знаменитости вокруг? Доктор Фриш. Вы верите, что существует любовь после смерти? В каком смысле? Что вы имеете в виду? В том самом смысле, любовь мужчины к женщине. Здесь, в этом месте, невозможно. Здесь я наблюдаю, и чувствуешь зависть, тщеславие и скуку. Вы уверены? Совершенно. Забавно. Что? Да нет, ничего, ерунда. Знаете, я с удовольствием бы поговорила с вами более подробно, как-нибудь в другой раз. Это могло бы быть интересно для нас обоих. Да, могло бы быть. Спасибо. Любовь в подобном месте? Интересно. Я ничего не планировал. Абсолютно никаких причин. Помните, я же сказал, предположим. КОНЕЦ Извините, доктор Фридж. А, мистер Валентин, может, присоединиться с к нам? Нет, нет, спасибо. Хорошо, я должен с вами переговорить. Конечно, мистер Валентин. Вы знаете, психология танца в различных цивилизациях всегда меня очень увлекала. Например, вам известно, что на острове Самоа... Извините, что я вас прерву. Я хочу спросить про Смита. Он почему-то меня избегает и пытается играть со мной какие-то игры. Тонне говорит что-то одно, а потом совершенно другое. Что задумал этот паразит? Я уверяю вас, он умственно неполноценен. Он сумасшедший. Вы хотите сказать, что у него синдром? Да нет, он просто сумасшедший. Но вы могли бы с ним разобраться. Вы же эксперт в этой области. Вы крупные авторитеты. У вас подобные случаи должны вас интересовать. Конечно, мистер Валентин, но я не уверена, что могу вам помочь. Может быть, если бы вы относились к нему как к равному себе, к Смиту. Пойдем потанцуем. Так как еще никто не танцевал, лишь вы и я. Нет, нет, спасибо, не интересуюсь. Смит? Извините, я думал, что мистер Валентин у себя. Вероятно, он это потерял. Благодарю вас. Может, хотите выпить капельку, а? Хорошая пойла. И к тому же бесплатно. Входите. Спасибо. У вас хорошая комната. Будем здоровы. Весьма странно, вместе мы с вами неожиданно оказались, мистер Смит. Я думаю, что для вас здесь все куда более странно, чем для меня. Почему? Ну, потому что, наверное, вам тяжело здесь без вашей толпы поклонников, без общего внимания, аплодисментов, всего того, что вы принимаете как само собой разумеющееся. Я ничего не принимаю как само собой разумеющееся. У меня ушли долгие годы труда, чтобы завоевать все это. Когда я приехал из Европы в Нью-Йорк в 30-м году, у меня был всего лишь клочок бумаги с адресом Говарда Нильсона. Я пошел в его офис, попросил меня прослушать, мне сказали, приходите завтра. И мне предлагали прийти завтра целых шесть месяцев подряд. Был ноябрь. Депрессия была в самом разгаре. Я снял жалкую комнату в отеле Бресла, и у меня не оставалось денег даже на еду. Зима была ужасно холодная. У меня была всего лишь маленькая спиртовочка, тепла, от которой хватало лишь, чтобы отогреть кончики моих пальцев. Но я каждый день ходил и просил, чтобы меня прослушали. В конце концов, меня прослушали, и я получил роль. Интересно, я-то думал, что... Что? Неважно. Что? Ну, во-первых, в отеле Бресла всегда было центральное отопление, но это дело не относится, потому что вы прибыли в Нью-Йорк в июле, и это было рекордно жаркое лето. А кроме того, вы получили свою роль через шесть недель после прибытия, так что вам была вопста не нужна ваша маленькая спиртовочка. Вы уверены в этом? Откуда вы все это знаете? Я вернусь. Цезарь, где же ты был? Я тебя жду. Не вешай нос, я здесь. О, Господи. А, извините, как я понимаю, доктора Приш присоединили в другой номер, вы не могли бы помочь мне найти, что... Доктор Приш, скажите, в каком нам номере? У нас здесь нет гостей с такой фамилией. Вы же знаете доктора Приш, все знают доктора Приш. Я знаю всех гостей в нашем отеле, я знаю их прекрасно. А эту фамилию я никогда раньше не услышал, извините. Иди ты к черту. Субтитры сделал DimaTorzok. Режиссер хотел, чтобы мы, молодые актеры, выглядели более мужественно, и всех нас отправил на спортзал. Я и мои коллеги подымали эти тяжелые штанги. Цезарь, ты можешь когда-нибудь помолчать и не рассказывать про себя? Как же мое прошлое? Мне приснилось четыре новых сна, они очень для меня важны. Ну так расскажи мне, любовь моя. Мне приснилась овца на дороге, ведущей к морю, и нищий, который протягивал руку и просил деньги. Удивительно, я однажды тоже играл нищего, слепого нищего, слепого нищего злодея. Ну, конечно, тогда я играл еще отвратительно. Я тогда чувствовал себя так жалко, я думал, у меня никогда ничего не выйдет, я хотел уже все бросить и уехать домой. Депрессия была в самом разгаре, день был ужасно холодный, у меня была лишь маленькая спиртовочка, тепла от нее хватало лишь, чтобы отогреть кончиками пальцев. Вдруг зазвонил телефон, это был Голлард Лильс, он сказал, спускайся с небес, мальчик, присоединяйся к нам. Какой у тебя адрес, я с тобой заеду? Боже мой, я не мог вам сказать, что я живу в этой жуткой дыре. Отель Бресло. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? Никто. Я это прочитала. Это все здесь. Откуда ты взяла эту книгу? Официант принес ее в твой номер. Норман Элиот Тригорин. Откуда ты взяла эту книгу? Откуда ты взяла эту книгу? Брайан Смит известен также под именем Норман Элиот Тригорин. Тригорин, Норман Элиот. Норман Элиот. Норман Элиот Тригориен, понятно, это псевдониме кое-что говорит, ну хорошо, Норман Элиот Тригориен, да, я использовал некоторые части вашей рукописи, некоторые части, да, как основу для моей книги, естественно, нужно упомянуть вашу фамилию, вы украли у меня все, более того, вы испортили книгу своими графоманскими глупостями, это не причина, чтобы убить человека, я не собрался суббивать, а когда с вами поговорить, поговорить, вы любите говорить, с кем еще вы говорили про это, кроме Бьянки, я не рассказывал ничего Бьянки, да, откуда у нее эта книга, вы считаете, это настолько важно, что хотите об этом рассказать всем, между прочим, я могу написать прекрасный эпилог Что вы делаете? С ума сошли Мистер Тригориен Подглядитесь, что вы больше никому ничего не скажете Вы пытаетесь меня убить? Зря Вы забыли, что я уже умер Может быть и так, но падение все равно может быть очень болезненно Да, им всем наплевать, даже если я им расскажу, а они на все начихали давным-давно Их совершенно не интересует Цезарь, Валентин Их интересуют только они сами Вы же прекрасно понимаете Валентин, вы знаете, что мне особенно нравилось в вашем исполнении роли Антония в Гае Юлии Цезарь? Что? То, как вы... Да, что? Я падаю! Я падаю! Я падаю! А так вы начали говорить о фильме Юлия Цезарь Юлия Цезарь Вы знаете, по-моему, это единственный фильм с вашим участием, который я так и не посмотрел Как я уже говорил доктору Фридж, вы просто ненормальные Доктора Фридж больше здесь нет Что? Судя по всему, у них нет в журнале гостя с такой фамилией Интересно Очаровательное местечко Тихо Аминь 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 Подождите. У вас бывает иногда очень злое лицо, вы знаете, вы это хотели мне сказать. Я вас ищу. Ах, вы меня ищете. И должна с вами поговорить. Ну, давайте, говорите. Нет, не здесь. Может, придется в лабиринт? Но почему лабиринт? Почему не встретиться в баре? Потому что в лабиринте я чувствую себя в безопасности. Они не знают, как там кого найти. Вот я про то и говорю, я могу там заблудиться. Нет, я знаю, как пройти по лабиринту. Это очень просто. Давайте я пойду первая. Вы за мной не идите сразу. Но я буду у фонтана. Хорошо? Так, направо, налево, налево. Ну, прошу вас, прошу вас. Выслушайте же меня. Я хочу здесь остаться. Я вас умоляю. Ах, черт. Бьянка, вы здесь, да? Ну, как мне пройти к фонтану? Вы не можете здесь, где вы сейчас. Оттуда, где вы сейчас не пройти. Между нами что, всего одна стена? Да, по-моему. Ага, хорошо. Иду. Нет, но так к центру лабиринта не проходят. Да, извините, может, я вернусь на часть сначала. Нет, нет, подождите. Я хочу вас предупредить кое о чем. Вы хотите меня предупредить? О какой же опасности? О себе. А что у вас такого опасного? Дело в том, что я не помню ничего из моей жизни, прежде чем я попалась сюда. Помню только, что я была певицей, по крайней мере, так мне сказали. У меня не сохранилось воспоминания о прошлом, поэтому я и оказалась здесь, в этой клинике. В клинике? Да, я страдаю от полной потери памяти. У меня амнезия. А с вами что приключилось? Что со мной приключилось? В каком смысле? Ну, хорошо. Не хотите, можете не говорить. Когда я вижу всех остальных больных здесь, мне кажется, что мне еще повезло. Но вы будьте поосторожнее с врачами и с медперсоналом, они все очень злые и дурные люди. Здесь нет никаких врачей, разве вы не знаете, а официанты? Они просто переодетые врачи. Вы не замечали, как они все время пытаются услышать, что вы говорите? Они даже пытались меня убедить, что я уже умерла. А вы им не поверили? Нет. Конечно, не поверила. Что за чушь? Что там такое? Не знаю. А, вы нашли? Прекрасно. Что вы делаете в моей комнате, черт возьми? Кто вы такой? С вашими вопросами, пожалуйста, обратитесь к портье, мистер Валентин. Вот ключ от вашего нового номера. Это какая-то ошибка, я прошу вас немедленно исправить. Вы что, не видите, что я занят? А ну слушай, ты жаба. Скоро ты будешь занят тем, что будешь вынимать зубы из глотки. Если вы не можете найти вашу новую комнату, эти господа с удовольствием вам помогут. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Если вы беспокоитесь, что я к вам вторуюся навсегда, то не волнуйтесь, это всего на одну ночь. Договорить! Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Нет, в этом отеле администрация просто некомпетентный идиот. Ошибка за ошибкой, невыносимо. К завтрашнему дню у меня будет соответствующий номер, так что не волнуйтесь. Вам не кажется, что все это ужасно смешно? Нет, ни в коем случае. Это мне напоминает кого-то. Да, да, был один человек, прошу тебя, не останавливайся, прошу тебя, не останавливайся, не останавливайся. Это напоминает мне одного человека, и я должна вспомнить. Я вспомню. Не могу вспомнить. Ну а ты что думаешь? Ты знаешь, я твои сны не могу объяснить, они очень странные, но мои сны это единственный ключ по моему прошлому, не знаю. Я тебя не интересую. Очень интересуешь. Ну хорошо, давай начнем сначала с фактов, ладно? Как ты сюда попала? На лодке, а как же еще? Нет, я знаю, но до этого. Что случилось до этого? Скажи, что ты помнишь, самое последнее, до того, как ты умерла? Значит, ты тоже в это веришь. Говорит по-французски, что за глупость, что все одержимы этой смертью. Ты не знаешь или действительно не хочешь этого знать? Ты больной, Янка, прошу тебя, подожди. Ты сумасшедший. Да, вы можете прекратить бренчать на этом идиотском рояле, я не могу. Я должен дописать мою сонату до церемонии, это мой последний шанс. Какая еще церемония? Заткнитесь! Что случилось? В чем дело? Скажите мне. Моя жизнь в свете огней, рампы, тусклый свет, Желтый. Лица. Все эти лица, бесчисленные лица. Большие улыбки, завистливые взгляды, ядовитые поцелуи, сплетни, лесть, злые языки, большие, большой обман, малый обман, предательство, измены, невыполненные обещания. Аплодисменты, похвалы, обожания. Я думал, это любовь. Можно я вам кое-что скажу? Мне всего этого очень недостает. Я действительно, поэтому скучаю по всему, что это составляло. Невероятно, да? Да. Спасибо. КОНЕЦ Ну пойдем, мой дорогой, уже пора Я не пойду Ты должен пойти Мы все обязаны там быть Что случилось? Надеюсь, ты не боишься? Я боюсь С нами все будет в порядке Ты увидишь КОНЕЦ КОНЕЦ Как вы думаете, мы не слишком нарядно одеты? Добро пожаловать, дамы и господа Всегда приятно собраться вместе В виде старых друзей И завязать новые знакомства Хотя, возможно, эта новая дружба У многих продлится очень недолго Тем из вас, кто скоро нас покинет Мы желаем счастливого пути Я бы хотел рекомендовать хорошим пловцам Не плыть против течения Тем же из вас, кто останется с нами Благодаря их заслуженной и прочной репутации на Земле Я бы хотел напомнить, что С ходом времени усиливается процесс забвения И, в конце концов, забвение настигает всех нас Он прирожденный комик, мне кажется А теперь я попрошу вас всех встать в очередь И, когда вас вызовут подниматься на сцену Субтитры создавал DimaTorzok Бианка? Бианка? Субтитры создал DimaTorzok КОНЕЦ Вы были женой великого композитора Грубер Мана. Вы были любовницей как поэта Жены Франсу Орло, так и танцовщика Глаголева, причем одновременно. Вы были любимой натурщицей Маканетти и Артола. Последние 20 лет вашей жизни вы были преданы молодому археологу Ярви Кюлюнен, который проводил раскопки храма в Райна-Пуре. Всем этим великим мужчинам вы служили источниками неограниченного вдохновения, и мы очень рады, что сейчас вы среди нас. Где же вы были? Пытались пропустить мой выход на сцену. Ваша первая картина немедленно привлекла внимание выдающегося критика Моцарова. Затем, через короткое время, ваша звезда засверкала еще ярче. Цены, которые платили знатоки за ваши картины, в те годы были беспрецедентны. Но это длилось недолго. Прошло всего 7 лет с вашей смерти, и ваш нью-йоркский дилер, который специализировался именно на ваших картинах, не мог продать ни одной картины и разорился. Розенфельд Маркас. А у вас нет ни малейшего упоминания в энциклопедии современного изобразительного искусства. Дамы и господа, добрый вечер. Надеюсь, мне не нужно представляться. Сегодня у меня выпало большое удовольствие и большую честь раскрыть ближайшее будущее одного из неудивающихся людей в нашей среде. Мистер Валентин, пожалуйста, придерживайтесь текста на карточке. Когда вы умерли, Сергей Антонович Златогорский, у вашей могилы стояло всего несколько человек, вы были похоронены в мелкой могиле, выкопанной в мёртлой земле уральских гор. Но вскоре ваша слава обессмертвала вас. Теперь эта слава покорила весь мир. И весь мир припадает к вашей натруженной поэтической руке. Вы чудовище! Вы лицемеры и ханжи! Вы уроды, которые душат все надежды нашего века! Вы враги любви! Враги человечества! Я плюю на вас! Да пусть лучше меня поглотит бездна, чем я останусь здесь гнить с вами в этом жутком месте. Читайте спокойно, дышите ровно. Несколько веков назад жизнь актера значила не больше, чем жизнь бродячей собаки. С тех пор многое изменилось. Известный нам сейчас мир обожает актеров. Но тот, кто хочет стать хорошим актером, должен быть дисциплинированным, должен быть тонким, должен быть умным. Мало одной хорошей внешности и мало способностей. Чтобы стать великим актером, нужно им родиться. Но отсюда вовсе не пресекает, что отличный актер всегда знаменит. Чтобы стать звездой, нужно собрать зрительскую аудиторию в миллионы людей. Мистер Валентин был такой звездой. Дальше я читать не буду. Как мы все знаем, мистер Валентин был яркой звездой. Но с ходом времени не осталось зрителей, которые хотят смотреть фильмы с участием Валентина. Почти никто уже не помнит ни один из его фильмов. Дамы и господа, у мистера Валентина, когда-то знаменитого актера, не осталось ни зрителей, ни былой славы. И я с большим прискорбием говорю вам, прощайте, мистер Валентин. Правда, удивительно, как может быть хорош маленький актер, когда он не играет никакую роль. Вы что-то хотели сказать? Нет? Ничего. Я так и думал. Что ж, мистер Смит, поскольку ваша слава прочно связана со славой мистера Валентина, вы понимаете, что это означает для вас? Вы чего-то хотите? Нет, ничего. Ничего? Оставьте меня в покое. Вы! Вы не сумели передать мою музыку назад живым! Шарлатан! 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 Ш Продолжение следует... А сейчас, дамы и господа, завершающая часть нашей церемонии — лотерея. Все призы нам неизвестны. Каждый новый приз отличается от всех предыдущих. Что касается тех, кто бывал уже на этих лотереях, они знают, что далеко не все призы приносят радость. Многие из них могут быть просто катастрофичны. А сейчас крутите колесо. Номер 104 Номер 104 Пожалуйста, номер 104, выйдите вперед. Какой у вас номер? Вы взяли жетон? А, так это же у вас, 104. Вот, вот здесь. Номер 104 здесь. Покажите ваш жетон. Дамы и господа, Овладатель выигрыша номера 104 покинет это место и вернется на землю, где будет жить вновь. И это еще не все, мистер Смит. В дополнение, вы имеете право взять с собой одного человека по собственному выбору. Вы можете подумать о вашем выборе, пока весь песок не перешел из верхней чаши в нижнюю. Возьми меня. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Моя работа на земле еще не закончена. Меня, меня, возьмите меня, пожалуйста. Время бежит. Думайте. Возьми меня с собой, Брайан. Брайан, ты будешь счастлив со мной. Возьми меня с собой. Пойдем, ты узнаешь про свое прошлое. Нет, я останусь. Брайан, я не разрешу тебя. Время кончается. Неужели ты не понимаешь? Это ты не понимаешь. Это очередной прием этих врачей. Не уходи. Время, мистер Смит, я знаю. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Не верь им. Не верь им. Я возьму с собой двоих людей. Это не разрешается. Выбирайте. Тогда я тоже останусь. И речи быть не может об этом. Выбирайте. Немедленно. Время, мистер Смит. 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 Продолжение следует... Это просто нелепая выдумка, понимаете ли? То, что обо мне забыли на земле, это нелепо и глупо. Брайан, будьте добры, пойдите и купите мне темные очки. Идите и купите себе их сами. Лучше нет. Я не хочу, чтобы меня сразу же узнали. Брайан, будьте добры, пойдите. Брайан, будьте добры, пойдите. Эта певица умерла много лет назад. Как ее зовут, говорите? Бьянка. Да, 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 Бьянка. А вы не помните, как она умерла? Кажется, какая-то автокатастрофа. Извините, я не помню. Вот, я же говорю, что все они набрали. Смотрите, ретроспективы фильма «Цезаро и Валентино». Забыли меня. Как же, расскажите моей бабушке. Нет, это, наверное, не здесь. Вы прошли до инспективы Валентина, да. Валентина. 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 Вы будете показывать этот фильм еще раз? Нет, нет, это у нас последняя копия. Черт. Продолжение следует... До свидания. До свидания. Это вам. А вы не хотите оставить себе? Нет. Я ведь и так знаю эту книгу наизусть. Брайан! Извините меня. То, что я сделал, это ужасно. Это хорошая книга, вы настоящий писатель. Может, попишите ее мне, как настоящий автор? Как расписаться, Тригориен или Смит? Для меня достаточно и Смит. И так. И так. Смит. Какой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мой автограф? Да. Вам? Да. Мой автограф? 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 Мой автограф?